История начинается через полгода после «Ведьмака 2». Геральту вернулась память, и теперь им пытается найти самых дорогих ему людей. Очень спокойное начало. В последние полгода в мире царит полный хаос. Те, кто играл в «Ведьмака 2», помнят, что в конце игры армии Нильфгарда перешли реку Яругу на юге и с легкостью вторглись в северные земли. Север ослаблен Лето и остальными убийцами королей. Убиты Фольтест, король Тимерии, и Демовент, король Айдирна. Ослабленный север не смог остановить Нильфгардские войска. Они очень далеко продвинулись и теперь почти вышли к Понтеру. Вокруг Понтера развивались события «Ведьмака 2». Сейчас в ходе войны возникла своего рода патовая ситуация. Нильфгард готов двигаться дальше на север, и в то же время в воздухе витает невероятное напряжение. Северное королевство, которое еще держится, пытается собрать силы и хоть как-то отразить натиск Нильфгарда, отбросить его обратно на юг. Так что ситуация очень напряженная. Все чего-то ждут. Что-то должно произойти. Враг Геральта — не древнее зло, не боги, не демоны, не выдуманные существа. Это возмездие лично Геральту. Так что ему не придется постоянно убегать. Впрочем, всякое может случиться. Я бы сказал, это угроза и для всего человечества. И, как сказал Марчин, возмездие лично Геральту. Угроза ему и тем, кого он любит. И Геральт должен защитить своих, тех, кого он считает родными, тех, кому действительно угрожает эта темная сила, ведь он как ведьмак стерилен, и никакой семьи у него быть не может. Все это неизбежно повлияет на него. Ведьмаке-3 — Геральт, мужчина средних лет, у которого серьезные проблемы. Если уж речь зашла о возрасте, здесь Геральт не мальчишка. Он не нарывается на приключения. Он хочет, чтобы его оставили в покое. Собственно, это и есть зрелость. По-моему, довольно точно подмечено. Действительно, Геральт перестал быть просто искателем приключений. У него другие цели. Особенно теперь, когда он почти нашел тех, кто настолько важен для него. То, что он сосредоточился на этом, и есть свойство его возраста. И в целом, развитие этой темы уводит нас на более взрослую территорию. Теперь у него вряд ли будет столько любовных похождений, как раньше, но ничего вам не обещаю. Это будет история о том, как он выстраивает отношения с близкими ему людьми. У него же есть Трис Мерегольд, и появится кое-кто еще. Прошлое, разумеется, никуда не делось. В конце «Ведьмака 2» Геральт и Трис не разорвали отношения, не сказали все конченое, но пошли каждый своим путем. У Трис были более важные дела. Как вы знаете, на севере началась охота на чародеек. А Геральт в то же время, в конце «Ведьмака 2» ушел на поиски давно потерянной, не побоюсь этого слова, возлюбленной. той, кого ему не хватало в «Ведьмаке 1» и «Ведьмаке 2». Так что к началу «Ведьмака 3» Геральт и Трис некоторое время не виделись. У них были свои дела, но между ними по-прежнему что-то есть. Между ними есть некая связь, и очень сложно порвать, сложно делать вид, что ничто их не связывает. В игре появятся персонажи «Ведьмака 2», и каждый предстанет в немного другом свете. Так времена изменились, больше нет скаята Элей в том виде, как раньше, и Йорвит здорово изменился. Точно так же война перекроила жизни многих персонажей. Тимерия фактически исчезла. Роше больше не человек Фольтеста. Те, кто боится нильфгардцев, Золтан, Лютик, ушли в тень или сбежали, чтобы оказаться как можно дальше от линии фронта. Можно спорить, насколько рационально, нерационально, но их охватывает ужас перед крылатыми нильфгардскими войсками. Что касается того, что это финал трилогии, я бы сказал так. Участвуя в событиях, которые разворачиваются вокруг, «Ведьмак» следует самой главной сюжетной линии, истории своей жизни. В итоге Геральт должен обрести самое важное — честность перед самим собой и найти тех, кто для него важнее всего в этой жизни, неспокойной, страшной и полной неразрешимых моральных вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok